Вот в этом части Янис Зепс, глава Ассоциации Безопасности Бизнеса, и прежде всего, я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939, по ним вы можете нам звонить весь час, а на портале MixNewsLV идет прямая видеотрансляция, вы можете там писать в видеочате. — Давайте, наверное, начнем с трагедии, которая произошла с точки зрения безопасности бизнеса. Вот где, на Ваш взгляд, были допущены ошибки? Были ли какие-то системные, может быть, ошибки в этой трагедии? — Во-первых, это очень грустно, что такое произошло у нас в нашей стране. И, конечно, с ошибках учатся, но это очень грустная ошибка. И, конечно, есть комментарии по этому поводу. — Во-первых, сейчас в данный момент в втором чтении находится новый закон об охоренной деятельности. Когда мы обсуждали данный законопроект с Госполиции, Министерством внутренних дел, мы вообще внутренней службы безопасности, такая, как охраняла Максим, мы хотели сократить. — И говорили, что это ненормально, когда внутренняя служба безопасности охраняет, будем говорить, такие большие магазины, где присутствуют третьи персоны. — А что значит внутренняя служба безопасности? Это собственная, да, какая-то? — Значит, объясню немножко. Есть охранная компания, которая берет лицензию, которая стоит 800 латов и, ну, как бы, страхует свои риски за определенную сумму и тогда начинает охранять какие-то объекты. — Внутренний служба безопасности — это структурное подразделение какого-то организации, которое занимается, ну, вопросом безопасности, ну, в этой только... — В конкретном... — Да, ну, то есть, да, если это магазин, значит, магазин, если завод, значит, завод охраняет. — Вот. Когда было обсуждение, мы вообще, как бы, хотели изъять это из нового закона, потому что служба безопасности, ну, как бывшему работнику, она более обширная, как охранная просто служба. — Внутренняя служба безопасности, ну, значит, по идее, должен быть тот, кто имеет сертификат детектива, потому что он проверяет людей, которые работают, да, ну, кассиров, людей там, чтобы они там не воровали и так далее. А охранный, как бы, закон, ну, это очень узкая специализация. — То есть это как вот внутренняя служба в полиции, например, да, вот, то есть своих сотрудников проверяет? — Ну, да, они, по идее, они могут охранять, ну, как сейчас в законе, охранять только свои объекты. Но, как бы, мы видим, есть служба безопасности в больших тоже компаниях, которые имеют свои магазины. «Реми», там, «Дрогас», «Элкор», но эти компании, да, у них есть своя служба безопасности, но она не охраняет магазины. Они тоже проводят конкурсы и выигрывает, ну, тендеры выигрывает какая-то охранная компания, которая охраняет и несет ответственность. В данный момент единственная максима, которая имела служба безопасности, по идее, регистрирована, по-моему, в Рижском бывшем районе и работала по всей Латвии, по всех магазинах. — В чем проблема того, что какая-то конкретная компания имеет свою фирму, свою службу безопасности, которая отвечает за охрану всего объекта? — Ну, вы понимаете, во-первых, риски служб безопасности, они, ну, нету. То есть, полис они никакой не покупали. Во-первых, ну, в большинстве случаев их никто не обучает. — А, то есть, там не профессионалы... — Ну, как, ну, он получает сертификат, как бы, охранника, ну, и несет службу. — Сертификат охранника тоже можно по-разному получить. — Ну, это другой вопрос уже, другая песня, как говорится. Но, получав этот сертификат, ну, кто его контролирует? — Вот в данном случае, как Максиме, я, конечно, ну, не знаю всю их структуру и полностью, да, но действие охранника в этом случае было, ну, очень-очень такие интересные. — Охранников обучают, кстати. — А в чем вот странность действий? — Ну, вы понимаете, дело в том, что если охранная компания охраняет магазин, да, она несет и ответственность за безопасность людей, имущество и остальное. И если сигнализация любая противопожарная, там, охранная или еще какая-то, которая что-то там, как бы, срабатывает, да, они, конечно, будут проверять. Нельзя так, что она там работает буквально 10 дней или сколько, или месяц, все время срабатывает, 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 да, и никто, ну, не проверяет или проверяет та компания, которая установила и не принимает никакие, ну, меры, чтобы исключить, почему же она срабатывает. Ну, по той информации, которая прозвучала по телевидению, оказалось, что данный охранник даже не знал, что датчики подключены там, которые на вибрацию, то есть на водоснабжение. Он думал, что это противопожарная. То есть ему даже, в принципе, не объяснили суть действия вот этой сигнализации, да? Я, конечно, не знаю, как там самом деле было, но та фирма, которая установила, и ихний представитель выступил по телевизору, он говорил, что, значит, там были датчики, которые регулировали, ну, напряжение, ну, то есть давление в трубах, воды и так далее. То есть понятно, что сегодня я читал в интернете, где выступают работники Максима, которые сказали, что в подвале была вода. Да, значит, эти трубы уже от этого давления или от какого-то там перекоса уже потекли, будем говорить, и, конечно, датчики показывали, что что-то там ненормально. Ну, и если, ну, сами понимаете, если это была бы охранная компания, которая несла ответственности, она не подчиняется по прямому директору магазина, да? То есть она несет полную ответственность за безопасность, и она, конечно, бы вывела людей и прекратила работу. А вот что касается вот этого заявления, что охранник действовал, значит, согласно инструкции, да? Ну, дело в том, что я не знаю, какая это инструкция, кто ее утвердил и что там написано в этой инструкции. Ну, как бы понять суть можно, что в случае, если срабатывает сигнализация противопожарная, охранник должен прибыть на то место, где она показала, какой там, где там этот пожар, убедиться, есть или нету, да? Если есть, тогда, наверное, согласно инструкции он должен там докладывать, вызывать пожарников и так далее. Но самое главное, что не было же дублирующие, эта сигнализация была выведена на охранника. По идее, она должна дублироваться, если это компания, на пульт охранной, который уже этой компанией, которая тоже проверяет. Если она срабатывает, мало что, человек уже задохнулся дыму, там еще мало что может случиться с человеком там. Господин Зепс, у нас в гостях, напомню, Яни Зепс, глава Ассоциации безопасности бизнеса. А вот может быть такое, что вот, ну как утверждают в Максиме, значит, что согласно инструкции охранник должен был, значит, проверить, почему сработала сигнализация, но не должен был проводить эвакуацию. Такое может быть вообще? Ну, мне трудно сказать, что там в этой инструкции написано. Но это вообще так как бы нормально, что вы так записывали, да? Вы понимаете, кто самый главный в магазине? Или директор магазина, или охранник, да? Дело в том, что если ты эвакуируешь людей, прекращаешь работу какого-то магазина, конечно, магазин несет убытки, да? То есть, и так далее. Конечно, так как он подчиняется, будем говорить, тому же самому директору этот охранник, конечно, директор сказал, что он там срабатывает уже 10 раз или 100 раз уже. Ну, зачем выводить людей? Давай не будем выводить. Ну, я так понимаю, остальные магазины, которые в этом центре были, они эвакуировали людей? Банк там, допустим? Да, 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 это эвакуировали, но это видно, это же, то есть, банк-то или там другие магазины не подчиняются. Дело в том, что по закону служба безопасности не имеет права охранять другие помещения. Нет, я имею в виду, что другие почему-то решили, что надо эвакуировать людей, а охранник Максима принял решение на основании, возможно, да, мы сейчас делаем предположение, что испугался там директора, например, и оставил все как есть. Может быть, может быть, так. У нас звонки, пожалуйста, принимаем, слушаем вас. Здравствуйте. По поводу как раз, кто главнее в магазине, вот директор или там охранник, да, почему не главнее вот сигнализация? То есть на Западе я попадал в такие ситуации, там вот в отеле срабатывать, там без разговоров, да, всех эвакуируют, а потом уже разбираются, кто директор, кто охранник. Почему у нас так расположены законы, что может кто-то принять решение, значит, спасать, не спасать? Да, надо просто автоматически эвакуировать. Ну вот этот вопрос, почему и нас тоже мучает? Есть ли какая-то, может быть, прописана в законодательстве вот эти алгоритмы действия, под которые должны построиться в том числе и внутренние инструкции охранных компаний или отделов и служб безопасности конкретных предприятий? Вы понимаете, тут один такой интересный факт. Дело в том, что когда проектируется какой-то там, будем говорить, магазин, проводится тендер, и тот, который проектировщик, берет любую компанию, которая имеет лицензию и может установить данную сигнализацию. Но эта компания может быть такая, которая не несет физическую охрану. То есть она первой категорией, как сейчас в данный момент в законе, и она устанавливает. Ну вы понимаете, что каждый хочет дешевле, и тот, который заказчик, и тот, который устанавливает. Ну им главное установить что-нибудь, чтобы она была там. И как она там будет работать, они же не будут нести. То есть это формальность? Ну это формальность, да. Потому что каждый исходит из такой, ну чтобы заработать, и ставит, значит, какие-то датчики, которые там китайские, там еще что-то. Так для галочки получается. Ну как бы есть он, особенно это насчет видео, которые тоже. Что, конечно, установят такие камеры, которые там не видно, не поворачиваются, потому что это цена совсем другая. Конечно, по идее должно было быть так, что разрабатывается план, ну будем так говорить, безопасности. Какая-то компания одна разрабатывает этот план безопасности, дает этому, который будет этот заказчик, и уже там они предусматривают все то, что надо там установить. И какие должны быть камеры, какие должны быть датчики, и так далее, и так далее. И тогда уже тот, который строит, и тот, кто будет строить, он не может отойти от этого, то, что в проекте. А у нас сейчас наоборот. У нас тот, который устанавливает и проектирует, делает один, а охрану несет совсем другой, который выигрывает там. Ну, и потом получается, что та компания, которая выиграла, говорит, а почему эти установили там, вот эти видеонаблюдения, или почему там установили эти. А тот говорит, извините, но они уже установлены, я деньги заплатил. Работайте в тех условиях, каких нужно. Да, если вы хотите, ну давайте за свои деньги устанавливайте, и так далее. Вот этот парадокс такой. На ваш взгляд, можно ли изменить эту систему, или, в принципе, она завязана на каких-то моментах, что это достаточно сложно сделать? Нет, ну, во-первых, сейчас в втором чтении закон об охранной деятельности. Там уже, как бы, по нашей просьбе, ассоциации охранных компаний, будет четыре, те самые, лицензии. Были только две. Конечно, там еще много вопросов, которые надо было бы внести. Ну, вы сами понимаете, не всем несешь в закон, потому что это деньги, это кто-то должен проверять. У нас ресурсов-то и той же самой госполиции, хотя и я неоднократно выступал, и трехсторонним, которые работодатели, и профсоюзы, что увеличить надо штат. Ну, вы понимаете, что... А у нас охранных компаний больше пятисот. Пожалуйста, еще звонок. Янис ЗЭП, студия, слушаем вас. Добрый день. Я хочу несколько комментариев к речи товарища ЗЭП. Во-первых, я работаю в бизнесе, который, значит, связан с установкой охраны пожарных сигнализаций, прекрасно знаю эту тему. И ни разу не встречал ни одного клиента, который бы так с бухты-барахты принимал бы сигнализацию. Проверяются все и пожарные датчики, датчики движения. Значит, не встречал. Может быть, господина ЗЭП, есть другая информация. Второе. Значит, согласно закону о труде, значит, за безопасность сотрудников отвечает руководитель предприятия. Ну, я не думаю, что здесь имеет место быть история директора-охранник. Значит, скорее всего, это просто неотработка на внутреннем уровне, отсутствие обучения, учений и так далее. Вот в двух словах. Спасибо за внимание. Да, два момента. Да, конечно, это самое. Ответственность несет руководитель, но тут вопрос, какой руководитель. Или охрана компании, которая отвечает и за своих работников, или директор магазина, который отвечает и за охранников. Так, это четко не установлено. А по поводу первого момента, что клиент как попало не принимает эти объекты? Не всегда знает, ну, все нюансы против пожарной безопасности и так далее. И, конечно, самое плохое то, что не дублируется. Этот сигнал, ну, по идее, должен дублироваться в основном. Есть, конечно, противопожарные сигнализации, которые обязательно там в автоматическом режиме они начинают тушить там и выходят на, прямо на, будем говорить, и на пожарную охрану, да. Но в основном в таких объектах выходит на какую-то охранника, на, ну, какую-то там просто, который ночью там охраняет. То есть, получается, вот если так, дословно, то есть, сработала сигнализация у охранника, там, в какой-то, условно, будке загорелась лампочка, он берет мобильный телефон и набирает службу спасения? Нет, ну, он, во-первых, сначала проверяет. Ну, да, мало ли ложный сигнал? То есть, мало ли ложный это самое, или какой-то там, тогда только уже... Ну, с другой стороны, вот в данном случае он вроде проверил, он посмотрел, что нет, значит, пожара, он же, ему же не сказали, что это там... Да, но не сказали, что... Если он там срабатывал уже чуть не месяц целый, систематически, ну, тогда где же эта компания была, которая устанавливала, да, почему она, ну, не определила, откуда он... Ну, наверное, тогда, получается, опять же, замкнутый круг директора, наверное, не побеспокоился, что у него каждый там срабатывает регулярно сигнализация. Это должно быть в инструкции написано, кто, ну, кто охраняет, что он делает и кто там вызывает, то есть... Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Вот в любых правилах пожарной безопасности, я думаю, если вы свои дырки посмотрите, написано, что в случае срабатывания сигнала пожарной безопасности, а, вы обязаны эвакуироваться, б, охрана обязана обеспечить вашу эвакуацию. Вот пока, сколько угодно я видел примеров, своя охранная фирма, не своя охранная фирма. Вот срабатывает сигнализация в наших помещениях, в магазинах, и никто не эвакуируется, и охрана не эвакуируется. Не играет роли, кто обеспечивает охрану. Охранная или фирма, свои ли, или кто еще. Пока у нас у всех в голове не будет, что сработала сигнализация, мы должны выйти, все, мы можем что угодно делать. Кого угодно менять, кого угодно ставить. По поводу вот этих вот охранных фирм, это больше какой-то непонятный, сказки какие-то, понимаете? Не играет роли, кто обеспечивает. Пока у людей в голове, что я должен пойти, посмотреть, разобраться, а потом что-то делать, неправда. В данном случае люди слышали сигнал? Да, конечно, слышали, и какая-то часть там и выходила. Но какая-то часть опять ждала, наверное, указания. То есть, ну, это же такое дело у нас не принято. Как бы, если за границей это уже как бы... Ну, за границей люди четко следуют инструкции и закону. Ну, а у нас авось пронесет, авось там что-то другое. Мы довольно часто не обращаем внимания на это. Каких-то объяснений там. Да, конечно. Так, еще, пожалуйста, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу такое сообщение сделать. Сделайте потише приемник, пожалуйста. Фон идет. В крае лезерсе стоит достаточно большая очередь на сдачу крови, и сотрудники просят сегодня уже сюда не подъезжать, потому что, ну, они не успеют просто всех. Они пропускают способность всего 50-60 человек. Спасибо, да. Предварительно позвонить и тогда уже ехать. И ближе к концу недели. Да. А что насчет безопасности? Я вот полностью согласен с предыдущим звонившим. У каждого должно быть все-таки чувство самосохранения, и услышав сигнал тревоги, даже не зная его причины, ну, человек должен задуматься. Ну, мы так уже привыкли, что нас оберегают, что все вокруг за нас делают, и никакой такой, ну, скажем, социальной даже рекламы не было направленной в таком вот ГО характере, характере гражданской обороны, на то, чтобы люди воззаботились по себе сами. Вот эти учения, которые проходили там где-то в каких-то краях, да, недавно, и так широко освещались, ну, это просто какой-то вот цирк выглядит по сравнению с эффективностью, которую понесли эти учения, никакой. Я своих детей обучаю. Мы построили из кубиков макет магазина. Мы положили на крышу один кубик, другой кубик, третий кубик, пока оно не обвалилось. Мои дети четко знают, что если звучит сирена или сигнал тревоги, значит, надо не смотреть на людей, а выходить, делать то, что говорит тревожный голос, да, покиньте помещение. То есть, ну, каждый должен в этом смысле взять какую-то ответственность за себя, на себя, не полагаясь на других. Прокомментируете или нечего уже добавить? Ну, тут уже нечего добавить. Действительно, да, просто наше население надо учить, как действовать. Вести себя, да. Да, как действовать. И я думаю, что государственная полиция наша должна какие-то буклеты вместе с пожарной охраной нашей Ну, вот раньше были занятия по гражданской обороне. На Ваш взгляд, необходимо их вернуть, возможно, в школу там и так далее? Это, конечно, нужно. Хотя и в школах и все это производится. Есть ответственные за эти, ну, как бы, эвакуацию, да, там, планы есть, как эвакуироваться, через какие это самое ходят, и спасательная служба проверяет, как бы пожарная, да, там эти. Особенно в школах актуально. Вот насчет школ. Как раз мы в Риге сделали концепции безопасности школ и детских садиков, да. Ну, в данный момент, как бы, вот это будем внедрять в Рижском, в регионе. То есть, если есть еще какие-то, ну, самоуправления, которые тоже желают, чтобы такие концепции были, ну, уже специалистов разработаны, пусть обращаются к нам, разработаем конкретную по тому самоуправлению, где их, ну, находится. Мы сейчас на пару минут буквально прервемся. Янис Зепс, глава Ассоциации безопасности бизнеса у нас в гостях. Сейчас короткие новости. Новости о Латвии на радио Болтком. Здравствуйте, у микрофона Анастасия Смоловская. В Латвии продолжается трехдневный траур, объявленный правительством в пятницу в связи с произошедшей трагедией в супермаркете «Максима». Напомню, что траур начался в субботу, 23 ноября. Сегодня в понедельник в 10 часов по всей Латвии память погибших почтили тремя минутами молчания. На месте самой трагедии присутствовал президент Латвии Андрис Берзиндж. Напомню, что правительство Литвы и Эстонии приняли решение объявить в воскресенье, 24 ноября, днем траура по погибшим в результате трагедии в Рижском торговом центре «Максима» в Золе Туда. Документы, связанные с проектом магазина «Максима», уже сейчас доступны. Об этом в эфире радио Болтком сообщил исполнительный директор Риги Юрий Срадзевич. Они уже доступны. Насчет того, что кто-то что-то пытается подправить, документы уже изъято полиции. Кроме того, существует несколько копий. Исправить во всех невозможно, отметил он. Тем временем, в интервью ЛНТ мэрии Геннелушаков заявил, что документы, связанные с проектом магазина «Максима», будут опубликованы. Мы уже сегодня и завтра опубликуем все документы. Это 25 томов, которые связаны с этим делом. Мы выложим их в интернет, чтобы каждый мог увидеть все проекты, все печати и подписи, сообщил политик. При этом, Ушаков также опроверг слухи о том, что в строительном управлении пытались внести какие-то изменения в бумагах. Эти документы уже в полиции, подчеркнул он еще раз. Два спасателя, которые пострадали в результате второго обрушения магазина «Максима» в Золитуду, до сих пор находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом радиоболтком рассказал начальник службы неотложной медицинской помощи Арманд Лориндж. Всего в больнице были доставлены 29 человек. 19 из них все еще в больнице, 10 уже выписаны. Два спасателя все еще находятся в очень тяжелом состоянии, два человека в тяжелом. Пятилетний ребенок находится в стабильном состоянии, но до сих пор в больнице, рассказал он. Оценивая работу службы неотложной медицинской помощи, Лориндж отметил, что ресурсов было достаточно. После третьего обрушения дополнительная бригада прибыла через три минуты. Даже не успели отменить вызов, когда стало известно, что пострадавших нет. Оборудования нам тоже хватало. Заметьте, из всех, кого доставили в больницу, все лечатся и живы, отметил он. Говоря о передвижных госпиталях, Лориндж отметил, что в Риге необходимости в них нет. Смысла в передвижных госпиталях у нас нет. У нас много больниц, все они находятся близко. Там можно доказать должное лечение, рассказал начальник службы неотложной медицинской помощи. На этом у меня все, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Сейчас у нас в гостях Яни Зепс, глава Ассоциации безопасности бизнеса. Очень много звонков. Давайте принимать. Пожалуйста, слушаем нас. Слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. На радио. Да, да, да. Пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире. Да, спасибо. Насчет сигнализации в Максиме. Меня зовут Роман. Я как раз выходил из этого магазина в этот момент, когда обрушилась крыша с женой. Мы там были 10 минут. В 17.45, наверное, это произошло. В 17.35 мы зашли. Пока мы ходили, никакой сигнализации не кричало. То есть мы зашли, ничего не слышали. Выходили, все обрушилось. И тогда там что-то пыли и запищало. То есть люди, которые заходили в этот момент вместе с нами, в эти минуты сигнализация не кричала. Никто ничего не слышал и не мог знать. Да, сигнализация сработала, как утверждают, в 16.20, за полтора часа до трагедии. И тогда именно охранник пошел проверять, значит, не обнаружил возгорания. Ну и, соответственно, никого не, эвакуация людей не была проведена. Во всяком случае, это вот версия, та, которая на сегодняшний день есть. Многие говорят о том, что они не слышали там около 18 часов сигнала. Нет, ну, значит, я по телевизору то, что слышал, да, то есть охранной той компании, которая устанавливала сигнализацию, что уже до того времени был отключен сигнал. До какого времени? Ну, когда вот она сработала, первый раз было, тревога сработала, значит, что надо покинуть помещение и так далее. Да, и он все время повторял, да, ну, понимаете, через какое-то время отключили этот сигнал, то есть то, что говорили, и то, что подавался звуковой. Ну, и осталось только то, что он на там мониторе или на пульте сигнализации срабатывал, это самое, ну, как бы... Да. Еще звонки, пожалуйста, слушаем вашу... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо вашей радиостанции. Вы действительно в этом государстве обещательная станция номер один. Также спасибо пожарникам, спасателям, медикам. Что касается вопроса, который сейчас обсуждается, вы знаете, ведь произошло все это именно потому, что вот у вас сидит человек, да, отвечающий за безопасность бизнеса, и ему подобные именно так и размышляют. Зачем нам нужны какие-то контролирующие инстанции, которые будут задерживать строительство, зачем нам надо вызывать скорую, когда срабатывает сигнализация, вызывать скорую или там пожарников, да, что пойдем сначала посмотрим, а потом будем делать. Вот это мышление и привело к тому, что случилось. Спасибо. Ну, я бы, знаете, воздержалась на вашем месте от критики нашего гостя. Он как раз-таки говорил совершенно обратное, вот насколько мы говорили полчаса, может быть, вы не все поняли. То есть мы сейчас обсуждаем действия как раз-таки охранных служб в магазине «Максима», которые вот так вот, как вы описали, вели. Собственно, гость наш наоборот, он говорит, что модель должна другой быть, если я правильно поняла. Конечно, конечно, модель другая. Да, но еще речь о том, что у нас, собственно, в обществе очень низкий престиж профессии охранника. Вот об этом тоже, наверное, стоит подумать, потому что мы немножко говорили уже в перерыве о том, что действительно, ну вот кто у нас идет в охраннике, да, то есть явно, если за границей это профессионалы, да, высокого класса, допустим, то у нас это там, скажем, ну, может быть, безработный, студент, да, там, кто-то еще. Это ведь соответствует действительности сегодня? Нет, ну, конечно, там, да. Дело в том, что, во-первых, начнем с того, с обучения. Ну, обучение 160 часов, конечно, это для охранника довольно... Ну, это то, что вот положено им обучаться. Да, то, что положено. Ну, это ведь тоже не все обучаются. Да, есть какие-то такие, ну, будем говорить, которые ведет проверки госполиция, что он не должен быть наркоманом, там, и так далее, и так далее, да, алкоголиком, ну, и не должно быть нарушения правонарушений, то есть каких-то там мелких хулиганств, там, еще какой-то судимости. Конечно, есть вот такие, ну, будем говорить, что не каждый может быть охранником, но в основном охранники, ну, как бы бывшие работники силовых структур становятся, которые уходят на пенсию. Конечно, есть и молодежь, которая получает сертификат охранника и начинает нести службу. Есть студенты, которые подрабатывают. Есть студенты, конечно. Это, откровенно говоря, это не легкий хлеб. В данный момент, как бы, слишком мало платят, да, потому что у нас, согласно закону о закупках, ну, в основном побеждает компания, которая предлагает самую низкую цену. А эта самая низкая цена не всегда соответствует действительности. А вот этот критерий, кстати, о том, что тендеры обычно, где бы то ни было, охранные фирмы, строительные компании и так далее, мы смотрим, при получении госзаказов, обычно побеждают те компании, которые предлагают самую низкую цену. Вот, что касается безопасности бизнеса, что говорит мировой опыт? Это действительно является определяющим критерием? Ну, вы понимаете, мировой опыт совсем другой. То есть, заниматься безопасностью, это не продавать бананы. Это две большие разницы. Это мы другим людям, как бы, говорим, что мы обеспечиваем вам безопасность. Насчет вот закупок, ну, будем так говорить, что в данный момент, по нашим оценкам, которые и находятся ИУВ странички, на этот год была часовая ставка такая, что то, что должен был получить охранник, это два лата 10 сантим. Это то, что должен был получить охранник. Не считая, что форму надо, обучение там и так далее, и так далее. А побеждали фирме ЛАД-90, ЛАД-95. Да, то есть, абсурдная ситуация. То есть, это основной критерий у нас, цена. Цена, конечно, но, вы понимаете, вот тоже такой парадокс какой-то. Я понимаю, что может отдавать субпотряд кому-то. Да, то есть, ну, строители, я понимаю, там у кого-то краны, у кого-то там специалисты и так далее. Но когда в охранном бизнесе, который несет физическую охрану, берет еще какого-то в помощь, который там потом будет еще работать и, ну, как бы, помогать. Я понимаю, есть большие закупки, где одна компания не может это потянуть. Да, то есть, с человеческими ресурсами, по расположению по всей стране объектов, да, это понятно. Ну, сейчас вот, на следующий год, по нашим подсчетам, то, что должен получить охранник, если это, значит, почасовая физического, значит, охрана, это 2 лата 41. А вот если сравнить это с какими-нибудь другими странами, вот сколько там зарабатывают охранники? Ну, вы знаете, конечно... Ну, европейских, я имею в виду страны. Ну, европейских там примерно в Англии, там вообще 7 этих сертификатов. Да, там каждый получает, соответственно, какое он обучение прошел. Один только может дверь открывать, другой там что-то проверять и так далее. У нас еще это... Там есть такая возможность, например, просочиться в охранники? Ну, во-первых, язык. Я знаю людей, которые работают в Англии, конечно, там они получают такие деньги, как здесь получают, ну, будем говорить, руководитель какой-то большой компании. Ну, это наши люди отсюда, которые поехали туда работать? Да, да, да. Ну, они профессионалы здесь были или как? Или нет? Они там сдавали. А, сдавали уже там. Да, да. Наш сертификат же дает право только работать на нашей территории. Хорошо, но получается, что все-таки деньги все не решают, потому что мы действительно вчера были в шоке, когда увидели зарплату наших пожарных, в том числе и тех пожарных, которые погибли. Это, ну, я не знаю, как это можно назвать. У нас на сайте должно появиться эта новость, да. Люди работают за 200 латов чистыми. Буквально, да, 229 латов спасателей. И при этом ни у кого не поворачивается язык сказать, что они не профессионалы или как-то не самоотвержены. Вот почему одни могут работать за скромные зарплаты и так далее? Ну, мы видим, как работают наши спасатели, а другие, ну, не могут. Вы понимаете, я отработал в системе 33 года. И вот эта проблема, как бы, оплаты работников, ну, всей структуре, как бы, будем говорить, МВД, она всегда это была, ну, несоответственно низкая. И всегда приходилось, ну, что народа не хватало, проблемы какие-то были. Это всю жизнь одно и то же самое. Конечно, это обидно, когда специалисты, которые отработали очень долгое время и имеют большой опыт, должны были уйти, ну, как бы, на заслуженный отдых из-за того, что, как бы, когда был кризис, да, ну, считалась пенсия за последние пять лет, да. То есть, потом делилась на количество месяцев и тогда определилась, ну, сколько будет там пенсия на заслуженном отдыхе. И когда зарплаты падали, да, те люди, которые, ну, как бы, работали, им невыгодно было. То есть, зарплата упала, если еще работать два-три года, ну, в кризисе, да, пенсия меньше станет, как было до того. Янис Эпс, глава Ассоциации безопасности бизнеса у нас сегодня в студии. Пожалуйста, вопросов много. 672-12-939, 672-13-939. Продолжают звонить наши слушатели по двум линиям сразу. Пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас не уважают не только охранников, у нас, в принципе, не уважают людей. Потому что до тех пор, пока будет руководствоваться законом, я начальник, ты дурак, у нас будут все время проблемы. У нас же начальники берут за основу родственников, приятелей. Вот. А по поводу охраны сигнализации в Максима, обычно по потолку в таких зданиях приклеивают узкую полосу из фольги. И в виде шлейфа. И заводят на одну зону пульта. Когда эта полоса рвется, значит, где-то есть трещина. Вот, видимо, несколько шлейфов было по всему зданию. Месяц звучали тревоги. То есть рвется один шлейф, его просто отключают. Рвется другой шлейф, его опять отключают. То есть там трещины шли уже целый месяц. Вот такие дела. Что это скажет? Да, ну, трудно комментировать, но так должно было быть. Ну, и тут можно только посмотреть, когда узнать, какая вообще была эта сигнализация конкретная и так далее. Тогда можно давать какое-то экспертное уже заключение. Почему это было? Хорошо. У нас достаточно активно говорят о противопожарной безопасности. Но, тем не менее, вот с обрушениями, во всяком случае, в таких масштабах, Латвия еще не сталкивалась. Какое внимание уделяется каким-то превентивным мерам, чтобы не допустить обрушения? Есть ли специальные датчики на это? Какова ситуация? Нет, но есть специальные датчики на вибрацию, которые... То есть они обязательно для установки? Да нет их, ну, кто-то устанавливает, кто-то не устанавливает, но нет такого, чтобы было, ну, как бы... То есть это не противопожарная сигнализация? Ну, даже датчик простой, который установлен, он тоже же срабатывает, если начинает движение какие-то быть на движение, которые, да, он тоже начинает срабатывать, когда происходят какие-то. Так как тут это зависит от того, который заказывает, ну, эти установку этих датчиков. Господин Зепс, а у нас есть вообще вот в стране такие объекты, где безопасно находиться? Сейчас очень многие задаются этим вопросом, есть ли у нас, скажем, в других супермаркетах более, скажем, благоприятная ситуация с такими решениями? Ну, вы знаете, я... Народ уже пишет, что где бы так безопасно сходить за хлебом? Трудно сказать, как бы, где там безопасные, где небезопасные. Ну, примерно одинаковая везде ситуация получается. Ну, дело в том, что... То есть внутренняя охрана, как бы, ну, своя собственная, да? Ну, нет, только максимум внутренние. Максимум, да? Да, только максимум, да, в основном. А остальные компании все, вот, Реми, которые охраняет компания уже, там, Гриф или G4S. То есть это более надежная охрана? Ну, как более надежная? Это зависит от того, как обучены люди и какая установлена сигнализация в данном объекте. А как обучены люди в профессиональных компаниях, которые занимаются охраной? Ну, если в общем и целом попытаться обобщиться? Ну, во-первых, они сами, ну, кроме того, что он получил этот сертификат, идет еще обучение. Ну, как бы, изменяется же закон, изменяются какие-то действия, и чтобы человек мог реагировать на какие-то такие риски, да? Особенно те, которые работают, ну, будем говорить, в тревожных группах, да, там должны быть... Которые на выезд. Да, на выезд, потому что, ну, каждый раз выезд разный. То есть там может быть и, значит, вооруженный человек, и психические нейроны, ну, нейроновешенные, или, ну, всякое может быть. И даже, ну, вот тоже самые пожары там, всякие, вот и обрушения может быть. Ну, все, это самое, человек должен реагировать на это, когда он приезжает. Во-первых, ну, в таких группах, конечно, компании, которые солидные, проводят физическую подготовку, то есть они должны сдавать там эти самые... Периодически тренинги какие-то тоже. Да, тренинги и все, потому что, конечно, это риск, ты же отправляешь своего человека, а что там будет. Так же, как работник... Во-вторых, это престиж компании тоже, то есть... Конечно, и очень... Если компания заботится о своем авторитете. Задержание есть, значит, если вы помните, был такой, значит, инцидент в Марупе, когда там около школы... Массовая. Да, да, массовая, то есть началось, машину одну задерживали, они там распивали спиртные, потом там подоспели эти, которые живут, и так там одна из наших компаний отправила шесть экипажей. И все это происходило только тоже из-за того, что, ну, как бы, госполиция не могла прибыть так быстро, как надо было. То есть в этом смысле охранная компания работает быстрее, чем полиция? Ну как, ну, если, значит, сработает сигнализация, он в определенное время, ну, как указано там в договоре, он должен прибыть туда. Соблюдаются эти... Ну, в основном, конечно, соблюдается это престиж компании, конечно, не всегда компании ставят в этом договоре, за какой период они прибудут, потому что, во-первых, это ресурсы автотранспорта, да, в какое время суток срабатывает это самое, это сигнализация днем или ночью, да, ну, то есть есть очень много таких критерий. А тот факт, что у охранной компании нет проблесковых маячков синего и красного цвета, которые позволяют, ну, официально, чтобы их уступали на дороге, это, на Ваш взгляд, упущение или это нормально? Ну, видите, раньше, когда в начале там было, в самом начале, да, а потом отняли, значит, эти маячки и привилегию эту, как бы ездить с таким маячками, сейчас только желтый маячок. Это рекомендация. Да, рекомендация, что, ну, может пропустить и так далее, там, ну, конечно, это, с одной стороны, это, ну, будем так говорить, ненормально, потому что, если инкассатор, который собирает деньги, у него есть синий этот самый маячок, да, ну, он пользуется, не пользуется у другой, да, А если, ну, меня обворуют или меня избивают, и охранники приезжают, им, да, значит, выходит, что они нельзя. То есть, ну, конечно, это зависит от того, что действительно ли они на вызов едут, да, и действительно там риск есть. Тут всегда есть такое вот, что кто-то может начать злоупотреблять этим. Да, можно и злоупотреблять. Ну, когда сработала сигнализация, вы же не знаете, что там. Особенно, когда тревожная кнопка сработала там в кафе, там, в ночном баре или где-то еще. Тот, который нажимает, да, ну, охранник, что не видит, что там. Когда он прибудет, только тогда он видит, какая проблема, что там такое случилось. Как считаете, правильно было решение отменить работу Абсардзе, которая работала под полицией? Ну, видите, Абсардзе, как таковая, ну, искажала рынок охраны. Конечно, у них синие маячки, форма, оружие, да, то есть... Лицейское прикрытие. Да, прикрытие и так далее. То есть, ну, это еще было, я когда в свое время работал госполицией, начальником отдела, и когда мы собирались вступить в Евросоюз, одна из, ну, таких, то, что мы должны были исполнить, то есть, вот эту охрану, как бы, Абсардзе ликвидировать. Ну, она довольно долго-то существовала, и только недавно, как бы, ее ликвидировали. Но тогда это объясняли экономия средств. Как раз начались кризисные годы, если я правильно помню, и Абсардзе закрыли именно из-за экономических соображений. Или там был политический... Ну, мне трудно сказать, кто принимал еще. Политический полон тоже был. Да. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Два часа слушаю внимательно, спасибо за передачу. Потише, сделайте, пожалуйста, приемник. Два часа слушаю передачу, да, и хотелось бы мне вот узнать. Мы говорим о том, как работают, какие структуры вообще у нас в республике, или хотелось бы, чтобы какой-то ответ на вопрос получить, кто ответит за это? Ну, вы предполагаете получить ответ вот так, не разбираясь? То есть, если мы, допустим, вот сейчас почитаем, например, то, что пишут в интернете, то там, в принципе, практически происходит суд линча, да? Мы лично вот на нашей радиостанции, да, хотим очень избежать и разобраться. Поэтому мы сегодня пригласили очень много специалистов в разных отраслях. Это и юристы, и спасатели, и руководство Рижской думы. Это вот как сейчас у нас гость Янис Зепс, глава Ассоциации безопасности и бизнеса, специалист по охране и по сигнализациям. Юрий Сомбудсман придет, конструкторы, проектировщики, строители, психологи, доноры. То есть, руководители страны. Да, вот обещал только что дать президенту по телефону в течение 15 минут интервью тоже с 13.45. То есть, если вы заинтересованы разобраться, скажем так, то сегодня, в третий день траура, мы как раз собираем информацию. Это просто для вашего сведения. И, конечно же, мы очень заинтересованы ответить на вопрос, кто виноват и как они будут наказаны. На ваш взгляд, удастся все-таки найти виновных в этой истории, потому что об этом говорит и президент Андрес Берзенш, кстати, не в свойственной для себя манере. Он сказал, что это массовое убийство мирных жителей. И он сказал, что хочет видеть виновных в следственном изоляторе. Премьер-министр взял дело на личный контроль. Найдут, как считаете? Вот вам, как работнику органов, в прошлом, как видится эта история? Или все так как-то растечется? Нет, но возбужден колонный процесс. Следователи, как я уже сегодня, значит, видел по интернету, там опросили 117 или сколько? Ну, на вчерашний вечер 107, может быть, сегодня уже больше, конечно. 107, да, то есть 107. Собрали там очень много вещественных доказательств. 100 мешков. 100 мешков, да. Ну, я думаю, что так и так найдут, кто же был виноват в этом. Ну, это зависит и от общества, и от нас тоже, от всех, да? Насколько мы будем настойчивы в том, чтобы искать действительно тех, кто виноват, а не тех, кто лежит на поверхности и кажется, что вот именно эти виноваты. Не может получиться, на ваш взгляд, что найдут крайнего, если так грубо говорить, и сделают его козлом отпущения? Или это исключено в данный случай? Я думаю, что там будет очень обширно такое. Да, потому что то, что я читал в интернете, там и металл не так скреплен, и бетон, потом этот пожар, который был перед, когда строительство было. Там, конечно, экспертиза очень много будет проводиться, потому что там тогда определяют, что и как там, почему. Может так получиться, что, видимо, с разных сторон найдутся люди и там виноваты, и там виноваты, и там какие-то упущения, и там были упущения. Нет, ну, конечно, там, я так думаю, что будет довольно много тех, которые понесет наказание. И то, что в интернете в других странах было, тоже же там же ни одного-то наказали, это самое, там тоже и упущение все. И, наверное, какое-то изменение в законодательстве будет по этому случаю обязательно, это самое, изменит что-нибудь. Скажите, а у нас сейчас по закону в охрану имеют право идти подрабатывать пожарные, полицейские? Да, почему нет? Нет, там какой-то момент был, что они нельзя было, а потом можно? Они пишут только свободное время от службы, они пишут рапорт своему прямому начальнику, который, ну, а тот дает разрешение или нет, ну, и, конечно, проверяется, не будет ли это мешать службе и откоррумпированности. То есть тоже это самое, если полицейский работает. Риск коррупции. Да, да, риск коррупции. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. 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 срабатывание системы. Что происходит дальше? Вот смотрите, сработала дача, задымился, да? Охрана это обнаружила, но не сумела каким-то образом, ну, блокировать сработку системы. Она начала, значит, включила систему оповещения. После того, как она отработала один раз, если систему пожарную сигнализацию попытаться опять включить, то тот же самый датчик, который задымлен до сих пор, он опять дашь этот сигнал, и опять она будет говорить и громко оповещать на все здание. Поэтому получилось так, что на самом деле недостаток инструктированности охраны конечно в этом присутствует, потому что если пытаться систему, в которой один из датчиков до сих пор находится в сработавшем состоянии, пытаться опять запустить, она снова будет давать этот сигнал. Вот только в этом я вижу причину того, что она многократно срабатывала. Ее просто, допустим, этот датчик, который находится в зоне каких-то работ, надо уметь исключить, допустим, обойти, чтобы он не давал сигнал. Дальше вот версии регулярные есть, что обрыв проводов может вызвать срабатывание срабатывания системы оповещения. Это тоже неверно. Все сигнализации работают таким образом, что они понимают, что происходит. Или это короткое замыкание в линии, или это обрыв в линии, или, самое важное, это пожарная тревога, которую дают только детекторы. Никакие обрывы проводов или замыкания проводов пожарную тревогу не дают. Они дают сигнал неисправности, который транслирует только сама панель. Вот этот ящичек в комнате охраны, он начинает пищать, и выгорается кнопочка боевимс, неисправность. И этот боевимс неисправность не приводит к включению оповещения. Поэтому реально, конечно же, то, что система в этот день пыталась людей предупредить, это какие-то высшие силы пытались превратить массу трагедий. И никак напрямую пожарная сигнализация не предназначена для таких дел. Она предназначена определять пожар. Охранник сходил туда, убедился, что пожара нет. И просто как бы не было оснований для эвакуации. Просто они не сумели справиться с техникой, заставить ее работать так, как она должна. Ну вот прокомментируйте, у нас уже совсем не осталось времени. Ну что, правильно человек говорит это самое? Там только можно будет, когда... Видно, что специалист комментирует. Да, то есть тут, если найдут тот пульт, который был, и с этой компанией, которая устанавливает, что же она установила там? Ну какие... Пульт, который, в смысле, внизу был или где? Нет, тот, который был, ну, принимающий. А, принимающий. То, что он и говорит, что если он еще где-то можно посмотреть то, что там осталось этого пульта, конечно, ну, тогда можно будет установить. Там же неизвестно, как я послушал, те, которые устанавливали, они не только противопожарную охрану установили, они еще что-то установили. Что? Ну, какой-то там вода, какие-то, да, давления там, датчики, где они были, что и кто там срабатывал. Это только видно будет тогда, когда проверят, что же установлено. Там можно будет еще что-то проверить. Ну, да, но я думаю, та кампания, которую установила, она-то знает, что она устанавливала. Документация, во всяком случае, должна сохраниться. должен, да, должен план быть и так далее. Спасибо вам большое. Янис Зепс, глава Ассоциации безопасности бизнеса, был сегодня у нас в студии. Далее мы ждем в гости Юриса Янсенса, омбудсмена. Не переключайтесь, сейчас новости.